Бытие 12 главу «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении, и я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословляться в Тебе все племена земные». Четвертый стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Вот это знаменитое место о призвании Авраама Господом, когда Авраам впервые в своей жизни услышал голос Божий. Хотя до этого в Священном Писании ничего об Аврааме не говорится, но какая-то жизнь была у него и до этого, и остается только догадываться, как Авраам там жил в Уре Халдейском. Но как-то жил, но все самое важное в его жизни началось с того, что Господь обратился к нему и сказал, «Авраам, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе». И, драгоценные, вы знаете, самое главное, всегда встреча с Богом приводит к какому-то движению. Невозможно встретиться с Господом, и ничего в твоей жизни не поменялось. Когда Бог приходит, когда Бог говорит, когда Бог что-то открывает, то за этим всегда следует какое-то движение. Бог ведет нас. Бог ведет нас из тьмы к свету. Бог ведет нас из проклятия к благословению. Бог ведет нас из смерти в жизнь. Бог ведет нас от славы к более высокой славе. От одной к благодати, к более обширному Божьему благословению. То есть всегда есть какое-то движение, и это и в нашей христианской жизни. Почему? Мы часто говорим, что христианская жизнь – это рост. Но самое важное, чтобы какой-то момент начался, когда Бог вдруг наполняет твою жизнь, наполняет твое сердце. Давайте посмотрим 21 глава этой же книги «Бытие». «Бытие» и призрел Господь на Сару, и сказал, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму сыном в старости его, во время, о котором говорил ему Господь, и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак, и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедовал ему Бог. Заметьте, ребенок родился не просто в семье, а ребенок родился в семье родителей, которые верили Господу и общались с Богом, правда же? И он родился, и смотрите, и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедовал ему Бог. Поскольку он родился в верующей семье, кто хочешь, не хочешь, но Авраам Исаака обрезал. И воспитывал его, естественно, в вере, и Исаак с детства слышал о вере, и с детства слышал о Боге. И вы знаете, в религиоведении и психологии существует такой термин, синдром детей верующих родителей, то, что называется ДВР. И вот если мы с вами посмотрим на Исаака, Исаак был типичный ДВРшник. Он был ребенок, выросший в семье пожилых верующих родителей. Я, когда путешествовал по Соединенным Шатам Америки, знаете, я с удивлением услышал вот рассказы о том, что, послушайте, в США говорят, конечно, я не знаю, насколько это соответствует статистике, но очень много разговоров, что американские тюрьмы переполнены двумя категориями людей, мексиканцами и русскими детьми верующих родителей. Я прочитаю маленькую, кусочек из одной статьи. На протяжении последних двух лет в Сакраменто, США, проходил судебный процесс над так называемой восточно-европейской уличной бандой. Все обвиняемые выходцы из христианских семей, один из них даже является сыном пастора Баптистской Церкви. Перечень обвинений включает организацию побоев, кражу, ограбления, а также вождение в нетрезвом состоянии и попытку уйти от преследования полиции. Конечно, с одной стороны, вроде типичная такая заметка из криминальной хроники, вот там того-то задержали, вроде все обычно. Что, конечно, удивляет нас с вами, что все участники этой банды, вот уже два года эту банду судят, там всякие вскрываются новые факты, новая информация, и вот уже два года их судят, и все они являются выходцами из христианских семей. Конечно, возникает вопрос, думаешь, ну как так? То есть это были дети, которые с детства посещали церковь, были в воскресной школе, были на детских собраниях, возможно, посещали какие-то молодежные собрания, ездили на какие-нибудь молодежные христианские загородные кемпинги. Я недавно наткнулся на рассказ вот одного такого ДВРовца, я вам прочитаю маленький тоже кусочек из этого рассказа. Вот молодой человек, молодой парень говорит, как ни странно, но то, что мы выросли на высоких моральных принципах, это большой плюс в нашей жизни. Минус в нашей жизни не было реального Бога. В нашей жизни была просто сухая религия, которая, как показало время, просто перестала существовать. Я нашел Бога без мамы и папы, а сам лично. Мой брат и сестра до сих пор живут без Бога, и до сих пор не встретились с Иисусом Христом. Все детство нам хотелось того, чего нельзя. Нам говорили только, что это нельзя, так нельзя, это говорить нельзя, жизнь казалась скучной, неинтересной и безрадостной. Поэтому, когда мы выросли, нам все меньше хотелось идти в церковь, сидеть и слушать проповеди, из которых я ничего не помню. Печальный, печальный рассказ. И, знаете, я хочу сегодня показать вам пять вещей, которые нам очень важно, когда мы воспитываем своих детей, может быть, внуков, может быть, племянников. Очень важно пять вещей, чтобы мы не упустили наших детей, чтобы могли со своей стороны сделать все, чтобы они были благословенны, и чтобы они не приняли ту же веру во всемогущего Господа. И я прошу, чтобы принесли доску. И я вам покажу пять вещей. Если вы введете конспект, вы можете записать. Какие же есть вот тут, как бы, ошибки? Наверное, самые распространенные ошибки. И самое первое. Я назвал ее так. Строгость. Конечно, понятно, что речь идет о чрезмерной строгости. Когда мы воспитываем своих детей очень жестко, и как бы очень жестко, чуть ли не насильно, пытаемся им привить веру. И это, конечно, в чем-то получается в детском возрасте, но чем больше дети наши становятся, тем меньше это работает. Я как-то уже рассказывал об этом случае, который в свое время очень сильно потряс меня. В то время молодого пастора, когда, оказавшись в гостях у одного прихожанина, у нас с Дианой еще не было детей, а у них был двухлетний сын, и он еще говорить-то толком не умел. И вот мы сели за стол, и он, ну, двухлетний малыш, он что-то сразу стал хватать со стола и засовывать себе в рот. И вдруг я смотрю, отец схватил его за руку, вытащил со стола, и я слышал, что он там в другой комнате его наказал, потом он притащил его. И говорит, ну-ка, давай молись. И он так сидел, и там что-то, ну, два года малышу. Что ты такой пролепетал, помолился? Вот все, теперь ешь. И мы потом разговаривали с этим братом, говорю, послушай, ты два года, ты его наказываешь. Он говорит, а как он не поблагодарил Господа за пищу? К важности детских лет наставлять юношу в путях. Но с одной стороны, я понимаю, что важно с детских лет наставлять, но в то же самое время это же не так должно быть. Иначе все, что дети наши усвоят о Боге, это то, что Бог, это очень злой дядя. Он просто очень злой и суровый, и все, что они поймут из слова Божьего, это страшно впасть в руки Бога живого, если у него такие вот верующие дети. Скажешь, ну а что Бог, кого любит, того наказывает? Да, но если бы все, что Бог делал в отношении любящих, это только наказывал, то это было бы ужасно. Строгость Божья – это лишь одна из многих граней Божьих. Там еще есть любовь, там еще есть милость, там еще есть прощение, там еще есть терпение, там еще есть долготерпение, правда же? Много-много. И нигде не написано, Бог есть строгость или Бог есть наказание, но написано, Бог есть любовь. Мы несем Бога, который полон любви. На прошлом собрании, я все собрание посвятил благости или доброте. Так мы должны показывать эту благость, доброту Божию кому? Детям своим прежде всего, чтобы они это увидели в наших домах, увидели в наших семьях, Божью любовь, Божью благость. И вот это самое первое. Вторая вещь – это лицемерие. Наверное, самые строгие слова, которые наш Господь говорил кому-либо из людей, относились именно к фарисеям, к тем, кто правильно говорят, но неправильно живут. Причем в церкви-то мы большинство видим друг друга всего один раз, раз в неделю, и это здесь. И мы здесь все такие верующие, все хорошие, все молимся, все читаем Библию, все слушаем проповедь, все славим Господа. Но наши близкие, и, конечно, прежде всего, наши дети, они видят нас помимо этого богослужения. И проблема фарисейства, помните, Иисус сказал, вы, говорит, сами не входите, к не входящим воспрещайте. То есть проблема фарисейства, фарисейство отвращает людей от входа в Божье Царство. Фарисейство, оно развращает людей, потому что если быть набожным, если быть духовным человеком, если быть молящимся, постящимся, это вот это, то я молиться и поститься не хочу. Если дети видят, что ты такой улыбающийся, такой хороший, приходишь в церковь, тут служишь, что-то такое делаешь, помогаешь там, или в прославлении, или в службе порядка, а дома ты приходишь, и ты там орешь на всех, там поднимаешь руку на свою жену, дети все это видят, и у них то, что ты говоришь в церкви, то, что как ты ведешь себя дома, для них это не совмещается, для них, они думают, да не хочу я такой веры себе, не хочу, не хочу этого фарисейства. Поэтому важно быть настоящим, быть настоящим не значит быть совершенным, но ты не должен бояться, показать даже порой свои слабости своим детям, если не прав, это не нужно до конца стоять, что нет, нет, все-таки я прав, сила, это не стоять до смерти, что ты прав, сила, это признать свою ошибку, и попросить прощения. Когда ты дома, не только здесь, но ты дома совершаешь молитвы, вместе, вместе со своими детьми, если какая-то проблема, не просто ты здесь в церкви об этом говоришь, и молишься, но они видят, что ты дома за это молишься, и молишься вместе с ними, чтобы и дома было некое богослужение, и дома была молитва, и дома были какие-то разборы, каких-то духовных тем, или чтение Библии. К сожалению, очень многих детей вот именно это вторая вещь и отвращает. Третья вещь, это занятость, особенно когда занятость связана со служением, потому что, ну понятно, работа, но когда все свободное время, там ты где-то в служении, ты там чем-то занимаешься, и вроде бы у тебя такая серьезная духовная жизнь, и ты готов там ко многим ездить, многим помогать, и при этом твои дети остаются без внимания, то происходит проблема, проблема как у поколения детей, Иисуса Навина, точнее у детей поколения Иисуса Навина, потому что вроде бы те были верующие, и с именем Божьим завоевывали обетованную землю, они очень много делали, кроме как воспитывали своих детей, и Библия говорит, встал другой род, который не знал Бога, потому что их отцам было как бы совсем не до них, то есть дети с одной стороны воспитываются в христианской морали, им прививают вот эти взгляды, христианские взгляды на жизнь, но у них ведь возникают вопросы, они учатся в школе, и христианская мораль, и христианские какие-то требования, и христианская позиция сталкивается и противоречит тому, как живет большинство, и у них возникают вопросы, они смотрят на детей в своем классе, они смотрят на родителей детей, одноклассников, у них возникают вопросы, и если им невозможно поговорить с тобой, то все, о чем они будут говорить, они будут говорить со своими сверстниками, но Бог не доверял детей, не обществу, не школе, не даже церкви, и не воскресной школе, Бог доверил детей семье, и Бог желает, чтобы здесь, в наших семьях, дети получали христианское воспитание. Четвертая проблема, это поверхностность, она связана с занятостью, потому что, скажешь, ну вот я общаюсь, хорошо, ты находишь время, общаешься, но поймите, общение, общение и рознь, в общении должна быть доверительность, то есть дети должны быть уверены, что они могут задать тебе вопросы, вопросы, даже те, которые, может быть, какие-то неканонические, или, может быть, такие вопросы, скажем так, болезненные, и ты не разозлишься на них за это, ты с ними будешь это обсуждать, может быть, трудные, тяжелые, тяжелые вопросы, потому что, почему вот им нельзя то, что другим можно, если не будет доверительность в отношении, то будет вот эта поверхностность, то есть вроде общение есть, такое классное, но на самом деле больше игра происходит, то есть дети начинают с тобой играть, а то, что их на самом деле волнует, они тебе не говорят, но у них это зреет, 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 а потом наступает момент, и это вдруг скрывается, и ты удивлен, как же так, вроде такие были милые, такие хорошие, на самом деле корни-то были давно, но просто ты не видел их, или точнее даже не хотел их видеть, и в итоге, когда все открывается, часто дети уже тебя не хотят слушать, а ты их вызываешь на доверительность, а им это уже не надо, и последнее, пятое, я назвал это так, закон, когда все христианское воспитание, оно сводится к одним запретам, вера как бы подменяется законом, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, причем помимо библейских каких-то норм, еще порой в церквах выдумаются свои какие-то нормы, вот там телевизор нельзя, почему, а там много плохого, но если как бы так судить, тогда и на улицу выходить нельзя, там тоже много плохого, лучше дома сидеть, это нельзя, это нельзя, это нельзя, но каждый человек внутри ищет, мы почему пришли в церковь и пришли к вере, потому что искали, кто не ищет, он сюда не зайдет, а вот проблема с ДВРами, как бы они получают уже готовые ответы, те, которые мы нашли на свои поиски, мы говорим, что тебе искать, я искал, понял, что ничего нет хорошего, только Бог, поэтому хватит тебе заниматься ерундой, бери готовый ответ, но вы знаете, вот то, что мы получаем, не прилагая к этому усилий, нами же не ценится, часто люди приходят к вере, приходят к Богу, у них слезы на глазах, они столько прошли, они столько нахлебались, они столько ударов получили, они потом говорят, пастор, я это искал всю свою жизнь, сколько я совершил глупостей, сколько я совершил ошибок, сколько я всего насмотрелся, часто я был не там, прежде чем я пришел к вере, пришел к Господу, кому много прощено в Библии, говорится, тот возлюбил много, они ценят, потому что они насмотрелись, они наслушались, они ценят это, детям же мы даем уже вот эти готовые, готовые ответы, ну проблема, надо молиться, они начинают молиться, вот, но, вы знаете, вот интересно, что в Бытие 25 глава, 21 стих, говорится, и молился Исаак Господу, даже не своей, потому что, у него жена, как у его отца, тоже была неплодной, Господь услышал, его, и зачала Ревека, жена, жена его, то есть вроде бы, да, вроде бы он тоже молился, и более того, на эти молитвы приходили ответы, дети, они легко могут копировать нас, вроде бы в молитвах, в религиозной жизни, им даже трудно проповедовать, потому что они с детства все знают, все истории там, про Ноев потоп, про Вавилонскую башню, все, 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 все знают, но все, все знать, копировать тебя в молитве, знать множество всевозможных библейских тем, библейских историй, это недостаточно, более того, без веры, это порой даже, вы знаете, как какая-то вот прививка получается, им трудно проповедовать, потому что они это все слышали, но вот посмотрите, в 26 главе говорится, был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Вимелеху, царю филистинскому, в Герар, Господь, смотрите, явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по земле сей, я буду с тобой, благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, и в этой же голове, 24 стих, в ту ночь, смотрите, явился ему Господь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой и благословлю тебя, и умножу потомство твое, ради Авраама, раба моего, и он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и вот это первый раз в священном писании, где говорится, как Исаак пережил встречу с Богом, точно так же, как в свое время встречу с Богом пережил его отец, Авраам, до этого он наверняка много слышал, он слышал о Боге, он слышал об обетованиях, он слышал о жертвоприношениях, он сам однажды чуть не оказался в роли участника жертвоприношения, он все эти вещи переживал, он молился, но после всего этого он только-только встретился с Господом, пережил, и Бог Авраама стал Богом Исаака, и мы видим, что у Исаака тоже родился сын, и этого сына звали Яков, Яков уже был ДВРшником, в каком же, во втором поколении, то есть синдром усугублялся, и он уже был, знаешь, уже, вот если Исаак, он просто, он ходил, не знал, потом раз, и вот это уже, причем Исааку уже было сорок с лишним лет в это время, когда Бог встретился с ним, то Яков, он вообще был, он все знал о благословении, он благословение первородства, готов был всеми силами достичь, он так об этом ревновал, что готов был обмануть за это, он был очень верующим, и он постоянно обманывал, знаете, и в его жизни, вот вроде бы, ценит благословение, тут же врет, тут же обманывает, тут же накалывает брата своего, обманывает отца своего, там что-то, с матерью там что-то разговаривается, вот типичный ДВР, но у Бога есть метод, знаешь, он клин-клином вышибает, и он свел его с еще более крутым обманщиком, не надо было далеко идти, это был его дядя, дядя Лаван, и он уже стал в свою очередь обманывать Якова, и возникла у него ситуация, когда вокруг него все были только врагами, он оказался в такой ситуации, когда он не мог вернуться, там был тесть, он не мог пойти вперед, там был брат, одного он обманул, второго он обманул, одному в руки лучше не попадаться, второй вообще убьет сейчас, и ему некуда было идти, и вот в этой же книге Бытие, смотрите, 32 глава, 24 стих, и остался Яков один, и боролся с ним некто до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря, Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, как имя твое, он сказал, Яков, и сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь, спросил Якова, говоря, скажи имя твое, он сказал, на что тебе спрашиваешь, на что ты спрашиваешь, о имени моем, и благословил его там, и нарек Яков, имя, место тому, Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя, и вот смотрите, у Якова произошла так же, вот это, впервые личная встреча с Господом, причем, вы знаете, обратите внимание, что это, как у Исаака, точно так же, это почему-то ночью произошло, может быть, это отражало их духовное состояние, их внутреннее состояние, и вот, дорогие, дорогие, то, что нужно нашим детям, им необходима эта встреча, потому что, скажешь, ну, пастор, ну, может быть, я несовершенный, но я почти все это исполняю, ну, да, я стараюсь быть не через счет строгим, я стремлюсь, я не совершенно, но я стремлюсь и дома быть настоящим христианином, я уделяю время детям своим, и пытаюсь, на самом деле, быть искренними, доверительными, а не поверхностными в общении, я стремлюсь, чтобы, как бы, поощрять их поиск, а не давать им закон, нельзя, 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 но все равно, я смотрю, как-то мало интересует, драгоценный, еще последний остается, мы с вами должны молиться за детей, потому что, есть одна вещь, которую мы за них не сделаем, мы не сможем за них с Богом встретиться, мы не сможем за них искать горнего, это их задача, и порой хочется помочь, но тут ты можешь только молиться за них, молиться, Бог, дай им такую жажду, я не знаю, откуда, откуда у нас такая жажда пришла, я помню, когда я, вы знаете, я пришел в 1989 году в церковь, у меня было такое ощущение, как будто вот пазл стал на место, и с того времени, я вот говорил, я никогда не хотел уйти из церкви, не хотел, и можно своих детей воспитать, и все хорошо будет, вроде бы, а вот если этой жажды у них нет, ну и что, ну будут они из уважения к тебе ходить, из уважения к тебе будут высиживать, молись, исполнив все вот эти, все эти пять вещей, молись, чтобы в их жизнях была вот эта жажда, это стремление, чтобы они могли сами, лично, пережить вот эту ночь, ночь встречи с Ним, когда человек встречается с Богом, и Бог приходит в их жизнь, Бог наполняет их жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok